Дорогие друзья, если у вас вздутие живота, запор, диарея, дискомфорт в области живота после еды, после приема пищи, вздут непонятный или высыпание на лице, то это видеоролик специально для вас. Сегодня мы с вами поговорим о поджелудочной железе. Поджелудочная железа это самый уникальный орган железы, орган в нашем организме. У нее есть самые основные функции, такие как ферментативные и гормональные. Во-первых, ферментативная функция, то есть поджелудочная железа, участвует в расшеплении и пищеварении. В поджелудочном железе выделяется сок, поджелудочный сок, и вот этот сок дальше попадает в 12-ю перстную кишку, и там уже выделяются ферменты, такие как трепсин, амилаза и липаза. Трепсин расшепляет у нас белки, амилаза расшепляет углеводы, липаза расшепляет жиры. И это я вам так вкратце рассказываю, чтобы вы поняли вообще о чем суть. И вторая функция это гормональная функция. В поджелудочной железе вырабатываются еще гормоны, такие как инсулин, глюкогон, самотостатин. Самое интересное для нас в сегодняшнем видеоролике это инсулин. Если мы съедаем, например, шоколадку, в ответ у нас вырабатывается инсулин. Если инсулин вообще не вырабатывается, то у нас развивается сахарный диабет. То есть в крови очень много сахара, а в ответ вот инсулина нет. Еще есть такая болезнь, как панкреатит. Есть острый панкреатит и хронический панкреатит. Острый панкреатит вы не пропустите, потому что там адские боли, болевой синдром очень выраженный. И там лечение идет холод, холод и покой. А вторая это форма, это хроническая форма. Я могу сказать с уверенностью, что у каждого второго есть вот эта хроническая форма. Почему? Потому что у меня тоже есть. В студенческие годы я в общем заболела панкреатитом, заработала, так сказать. И если вы когда-нибудь проходили УЗИ ОБП в брюшной полости, то вы можете посмотреть там результаты. И в результатах, если написано диффузные изменения поджелудочной железы, то это означает у вас тоже, что у вас тоже есть хроническая форма панкреатита. Думаю, мы поняли уже, какой это орган поджелудочная железа, что из себя представляет. Теперь давайте переходим на убийцы поджелудочной железы. Что же убивает нашу поджелудочную железу? Во-первых, я хочу сразу сказать про лекарственные препараты. Туда относятся МПВС, то есть нестероидные препараты и стероидные препараты. Нестероидные – это МПВС препараты. Туда входят аналгим, парацетамол, деклофенак, кетарол, кетатопта. Вот это все, все они убивают клетки поджелудочной железы. Вторая группа – это сульфаниламиды. Это антибактериальный препарат. Я же вам говорила, что в студенческие годы я заработала себе хроническую форму панкреатита. Вот как раз у меня был нехороший опыт с этим препаратом. То есть, когда я второй раз принимала этот препарат, у меня началась диарея. И потом я прошла обследование, и у меня выявили панкреатит. Лечилась я от панкреатита. То есть, дальше мне приходится соблюдать диету, периодически принимать ферментативные препараты, как крион. Я хочу сказать, что сульфаниламиды тоже убивают нашу поджелудочную железу. Третье – это, сразу надо было сказать, гормоны. При аутоиммунных заболеваниях, когда у человека есть ревматойный артрит, или вообще аутоиммунные, любые аутоиммунные заболевания, где назначаются гормоны, тоже влияют отрицательно, влияют на нашу поджелудочную железу. Если это неизбежно, то ваш терапевт или гастроэнтеролог параллельно будет вам назначать такие ферментативные препараты, как крион, например. Третья группа – это фуросимид. Фуросимид – ой, все любят. Я уже пятого человека знаю, девушку. Она считает, что она не потолстела, а у нее есть просто отеки. И она каждое утро принимает фуросимид. Фуросимид – в общем, если ты здоровый человек, то фуросимид, наоборот, отрицательно будет действовать. Он диуретик, да? Мочегонный препарат не только убирает отеки, да? Но он вымывает из организма электролиты, калий, натрий, магний, кальций. Ну, вымывается просто. И хочу сказать, что не стоит сразу принимать фуросимид. Лучше обследуйтесь, узнаете причину, сходите к эндокринологу. Возможно, ваш лишний вес связан с гормонами. Еще следующий препарат – это метрихопол, метронидазол. Он тоже очень отрицательно влияет на поджелудочную железу. Сразу у вас такой даже может привкус появиться. Это изжога или кислый привкус может появиться после этого. И если такой привкус появляется, если боль появляется, то надо отменить. Либо же сходить к эндокринологу, чтобы он назначил еще и ферментативный препарат параллельно. Вот такие препараты убивают нашу поджелудочную железу. Второе – это алкоголь. Все врачи уже говорят об этом, что нет безопасной дозы. Раньше ВОЗ там говорила, что есть такая доза 30 грамм спирта, водки, безопасность, 150 миллилитров вина. Сейчас такого нет. Все думают, что алкоголь влияет на печень. Нет. Печень может до определенного периода отфильтровать, очищаться от токсинов, потому что там есть ферменты. У печени есть фермент алкоголь-дегидрогеназа, а у поджелудочной железы нет. Так что первым очередом будет страдать у вас поджелудочная железа, а не печень от алкоголя. Так что не пейте. Третье – это сладости, разные сладости. То есть если ты сладкоежка, то это для тебя и для меня. В общем, я тоже сладкоежка. Чем больше мы употребляем какие-то сладости, тем больше наша поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Чтобы безопасить себя, поджелудочная железа, если мы много едим сладостей разные, поджелудочная железа уже теряет чувствительность к гликозе. То есть инсулин будет выделяться, там сахар сам по себе гуляет, инсулины сами по себе гуляют. И вот этот рецептор, чувствительный рецептор, его нет. Он не будет чувствовать, он не будет захватывать глюкозу и транспортировать нуждающий орган. Нет. Все. И так и развивается инсулин-резистентность. Следующее это жареные продукты. Когда мы жарим картошку или, не знаю, курицу, да, у нас разрушается, там разрушается белковая структура, то есть появляется конечный продукт гликирования. Это очень сильно тоже разрушает клетки поджелудочной железы. Конечный продукт гликирования КПГ это разные кисло-сладкие соусы, туда и входят кисло-сладкие соусы, туда входит и мороженое, да, то есть жареное плюс сладкое это тоже КПГ. КПГ очень сильно разрушает клетки поджелудочной железы. Следующее это сладкие газированные напитки. Туда входит тархун, холодей, кола, панта, пепси, спрайт. Все напитки ходят. В общем, 100 мл этого напитка равно к одной большой столовой ложке сахара. То есть там вырабатывается уже очень много инсулина. Это тоже может привести к инсулинорезистентности или воспалению. Там не только инсулин вырабатывается, там еще вырабатываются и ферменты. Это очень большая нагрузка и начинается воспаление поджелудочной железы плюс еще инсулинорезистентности. То есть панкратит это воспаление поджелудочной железы. Я, в общем, забыла вначале сказать. Самое последнее – это кофе. Мы привыкли в день выпивать 5-7 стаканов кофе. Еще же выбираем таких больших стаканов или средних. Нет, ребята, в день можно 1-2 чашку кофе. Потому что много кофе, много выделяется активных ферментов. Из-за активности этих ферментов разрушаются клетки поджелудочной железы. Вот так. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился этот видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайки и поделитесь со своими близкими и знакомыми. А если вы впервые в моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь. До скорых встреч! До новых встреч!